23 мая во вторник ЗАО Висгена Бустос проведет профилактику легионеллеза, которая заключается в повышении температуры теплоносителя до 75 градусов. Для того, чтобы процедура по уничтожению бактерий легионеллы была эффективной, жителям нужно будет открыть кран с горячей водой примерно на 5 минут. Подробнее о том, как будет выполняться термошок и что нужно предпринять жителям, рассказал директор ЗАО Висгена Бустос Виталтас Шлаустас. Висгена Бустос, как ответственный за технический надзор за системой отопления и горячего водоснабжения, он периодически проводит, особенно в отопительный сезон, повышая температуру теплообменника в теплопунктах. Житель даже, может быть, не замечает этой процедуры, но мы это дело обезопасиваем тем, что есть такие легионеллез, такие бактерии, которые очень опасны для здоровья и для жизни жителей. Как известно из информации по прессе, по телевидению, сплеск такой болезни был в этом году, был весной и в этом месяце определен в Каунасском районе и в Каунасе. Там даже были смертельные исходы. И мы решили провести инициативу того, чтобы провести такую основательную термошоковую мероприятие, которое бы исключило возможность заболевания жителями от этой болезни. По словам профессора Слабчинскаса, именно в любых трубах по снабжению воды есть биологическая пленка создается, но если она нарушается, тогда увеличивается возможность и вероятность размножения этих бактерий легионеллеза. Поэтому, так как были сделаны гидролические испытания, и мы уже планировали, что к 23 числа будет повышаться температура теплоносителя на 75 градусов, будет достигать, и в это время мы будем поднимать температуру в тепловых пунктах теплообменника до 66 градусов, так рекомендации предусматривает. И как бы и все, но без участия жителей эта процедура была бы неполной и не имела бы, может, большого такого полезного эффекта. О повышении температуры горячей воды жители уже проинформированы соуправлением через газету ВИСИНФО. Объявления об этом также вывешиваются на подъездах домов. Мы хотим, чтобы все участвовали жители в этом процессе. То есть обязанности ВИСАГИНОБУСС как незиратели за системами и жители как пользователи этими системами. Скажите, что нужно сделать жителям? Как подготовиться? Жителям заранее готовиться, может, только уже 23 числа с утра. Они должны открыть краны, все краны по горячей воде и дать им 5 минут протечь. То есть температура должна пройти по всем трубам квартиры горячего водоснабжения, чтобы было 66 градусов. И дальше должны осмотреть, чтобы не было протечек. Дальше могут прочистить эти души, головки, насадки. Вот, чтобы там не было каких-то там остатков. А когда прочищать, до или после? Можно и до, и после, но все равно лучше можно прочистить до, а потом, когда уже горячая вода пробежит, тогда она уже будет, даже если что-то и останется, то она будет уже, как бы, бактерии будут уже убиты. Вот, поэтому требуется слаженная общая работа. Тут я говорю, не надо полдня ту воду лить, но 5 минут горячая вода должна протечь с каждого крана горячей воды. Имеет ли значение то, что жители будут в разное время? Да, мы предполагаем, что это в разное время, но лучше уже 23-го с утра эту операцию выполним, потому что уже потом с обеда, наверное, температура будет уже понижаться и войдет режим нормальной работы. То есть нужно это сделать до обеда? Да, желательно так сделать. Ну и надеюсь, что все будет удачно, у нас не будет заболеваний, все будем живы и здоровы. Продолжение следует...